всем привет показываю свою красавицу сену телочку и бачечка галюшку чухается чухается сена моя сена моя девочка хороша сена 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 невдобно мне не снимать сарае дело в том что во первых меня сарай не предназначенный для съемок и маленький у нас дуже да зайка тут помещается только четыре головы бычечек мигаврюшка девочка моя сена дуже нежно телочка ласково вона не бьется вона хороша давай иди так погладить иди мих давай не хороший 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 мои хорошие ты летка ты лет мои хороши так все 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 так я и вам их показала красавица моя сена так зараз так а а це моя золушка це золушка мама сене золушка в том году родила сену восьмимесячно прежневременный був отел мы даже видео есть на канале по цему поводу чего так произошло я без поняття так девка ну не бейте ся коли вызывали ветврачев даже ветврачи не знали что случилось ніяких признаков отела не было вона просто отелила ся неждано и негадано я пришла в обед вправляться дивлюся а вона начинает телиться ну буває так з коровами помагали конечно ми золушки потому что не готова вона була до отела ни молоза вона не дала нигде нічого ну слава богу випояли мы сену виходили так сказать у меня дуже часто спрашивали в коментариях задавала мне такой вопрос оставлю ли я сену собі на корову потому что я казала что я хочу собі еще третью корову яка будет доиться именно зимой я просила чтобы муж мне купил корову но он сказал нет есть сена борис соби и выращивай на корову я категорически против того чтобы сена была коровы у меня ну зараз объясню чего а вы мои подписчики напишите мне в коментариях как бы поступили вип на моем месте так вот сена от золушки вы знаете все прекрасно что золушка у меня низко удойна корова на пике лактации вона дает 12 литров молока а так у нее удой 10 литров он так у нас и держится почти считает весь ее сезон дает так вот вы все прекрасно знаете что теля берегены от своей мамы но вы скажете что и от папы конечно 50 на 50 если у меня золушка низко удойна корова як вы думаете все нас может быть высоко удойной коровы я в этом сомневаюсь если бы вода булащая рождена от искусственного осеменения до папа бычок а затем прекрасно шо семя берут от хороших бочки тогда я еще какую-то надежду би мела шо сена визьма гены не от золушки а от своего папы но дело в том шо золушку я посеменяла бычком и я знаю все про цого бычка про папу сена я щас вам трошечки расскажу я уже неоднократно казалось что у нас проблема с осеменением коров у нас городе один единственный бичок есть где люди держать его и цей бичок находится совсем другом конце города мне вести корову яка гуляет это проблематично и тем более я после того как золушка меня побила была что я еле осталась в живых я никогда теперь не рискую чтобы корова яка гуляет вести ее до бичка мне проще корову осеменить искусственную да это намного дороже мне обходится но безопаснее ну а в том году когда гуляла золушка получилось так что в нашем стадии в одних людей которые держат корову был бичок ну и они живут недалеко от того места где мы приводим коров чтобы вести их на пашу так вот когда гуляла золушка мною было решено что я осеменю ее тим бичком дело в том что бичок был маленький но не только я водила свою корову осеменять в том году что то есть это уже позапрошлом году получается до этого бичка у нас уси люди со стада водили до этого бичка хозяева собачка выкопали специальную яму ставили туда коров и бичок осеменял так вот цей бичок был рожденный от коровы и от своего так сказать брата так что корова там я корову дуже хорошо знаю корова тоже ну я не скажу что она такая низкоудойна внуанда давала 15 литров молока ну зараз у нее уже немая хозяева ездили так вот мама погана низкоудойна корова папа где было кровосмешение произошло че смещение так сказать так что гены цего бичка дуже поганя чего осеменяли но еще раз повторяю ну потому что був бичок рядом и корова загуляла в тот момент коли там они паслись ну и там пять метров право и пройти и провести корову на осеменение мне не было без проблем а корову надо было осеменять потому что тебе не осеменила корова естественно простала обдувиться так он сена взяла половину генов от своей мамы и от своего бичка и я не уверена то я даже на сто процентов уверена в том что сена будет тоже погана корова она я скажу вона ласкова телочка у меня были такие телки что з ума сходили так что не дай бог и билися и гарцювали это спокойно телочка но мне надо корова яка будет давать много молока мне не только вкусно да мне может быть вкусно молоко и плотность может быть высока и жирность но она даватая мало молока и я за цего не хочу все ну просто оставлять себе на корову что я буду делать ну не знаю пока мисси по правде кажучи пока миссия и держу а че выжину я и на пашу че може буду держать в сарае ну це ще неизвестно сдать и на мясо но вона ще маленько я просто и переведу и им забрали даже и щас би ну а шо ж я знаю ну визьму копейки вона даже не окупая свій корм так что пока миссии буду держать а там будет видно но я надеюсь я ответила на вопрос який мне задавали оставлю я собі на корову чи не я не хочу не хочу а что будет дальше без поняття я николи це раньше я загадывала все наперед то от т т т т ну а зараз я наперед нічого не загадую как будет так и будет но на корову именно для себя мне не хотелось просто и оставлять так шо так ну и ще раз скажу мене спрашивали так як я давно не выходила в эфир то ще один вопрос таки затрону заданий мені вопрос расскажіть пожалуйста сколко ходе корова тельна стельна беременна якщо кажуть ну вообще то считают двести восемьдесят пять дней именно я считаю девять месяцев чего я так считаю ну просто мене була одна корова чернушка и звали яка ты лилась ровно день у день вона ходила стельна 9 месяцев ну я так и почала всех своих коров считать да одна корова ходе больше друга меньше одна перехожу другая не дохожу я но вообще я начинаю дивиться 9 месяцев стельности коровы все из того дня я начинаю день у день бігать да конечно тяжело бывает так что и неделю бігаю день у день и ночью коли там днем то еще ничего а вот ночью то ну так а нас наша жизнь такая у нас работа одна корова ходе я же кажу еще раз ровно девять месяцев другая корова ходе двести восемьдесят пять дней есть коровы який еще перехожу это надо дивиться это все зависит от коровы корова так само как и женщина одни рожают вовремя другие не доношую третий переношую золушка в том году я ж только что казала родила сену на восьмом месяце стельности вы может напишите мне зараз что я неправильно посчитала нет дело в том что у меня висит великий календарь и я прямо на том календарю все пишу так что так сказать что потерять какую-то десь записочку здесь я написала и забула потеряла нет то и календарь висит даже от его сейчас можно уже и выкинуть потому что календарь висит у меня прошлого года но он меня будет висит до тих пор пока не потеряться моих коровах у меня такая просто привычка а вы уже дивиться по своей корове потому что еще раз скажу каждая корова это индивидуальность и она может быть один год отелиться в один строк на другой год она может отелиться совсем по-другому это все зависит только от самого организма коровы чего так происходит кто его знает что то где то в организме с коровой не те чего золушка так отелилась в том году я же говорю я без понятного даже врачи не могут это сказать никто ее не бил все было нормально и витаминки и корм все ну вот что то в организме не так пішло в ней який то сбой произошло так что так так что надо дивиться от 9 месяцев и начинайте дивиться будет видно коли корова начинает отбивать вимечко наливаться когда начинают расходиться на ее кости когда она начинает будет опухать будут ее половые губы это все надо дивиться ну вообще 9 месяцев так мои девочки кушают накормлены напояны я слава богу уже пішла на поправку так что все нормально хоть я и болела но вы не думайте что лежала на кровати нет конечно помаленьку я все равно все робила никто не отменив мне доение рябины потому что рябина я не знаю что с ней случилось но она только подпускает меня до себя доцю не подпускает бьется так что помаленьку но я и доела ну естественно вся молочная переработка была на мене доцами я цим не занимается она может только меня молочко разводить на рынок естественно я не ходила слава богу эти две недели меня разбирали дома молоко ну а на днях собираюсь уже выходить на рынок помаленьку так что все нормально великое вам спасибо за то что вы писали мне хорошие комментарии под последним видео где желали мне чтобы я не болела чтобы быстрее выздоравливала огромное огромное вам всем спасибо и вам я всем своим подписчикам желаю крепкого здоровья самое главное и никого не будем все не будете выборить будет а вы здоровье будет вас все и деньги и благополучие в семье и все 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 всем пока до новых встреч на связи